показали изобилие изобилие так мы добрались до нашего отеля отель называется корона сделаем небольшой обзор номера есть большой шкаф тапочки сейф достаточно большая кровать халаты вид из окна у нас кстати для олега будет сюрпризом но это музей ленина думаю очень сильно удивиться большущий письменный стол из чайные наборы тут уже наши вещи есть холодильник с небольшим мини-баром у меня для тебя сюрприз олег знаешь какой ты знаешь что у нас за окном весна не только казани тоже а что еще то может быть там дом построенный из кирпича когда говоришь музей владимира ленина ну вот посмотри прям в окна надеюсь там есть ой памятник ну конечно вот это хочешь не хочешь это уже нашей фишкой пойдем обязательно смотреть ленина казанский ленин ну что фамилии ульяновых здесь много связано ты знаешь так что у нас ванной комнате большая раковина со всеми косметическими принадлежностями полотенца душевая кабина в общем все хорошо чисто аккуратно ну и сам райончик да такой приятный от центра конечно не совсем близко ну принципе пешочком можно дать до согласно сейчас попьем кофе немного отдохнем и пойдем гулять мы идем гулять где показания 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 пойдемте гулять вот такой вот домик это не просто деревянный домик сохранившийся но и дом где в 1904 году жил алексей максимыч горький да да казань связаны не только с именем владимир вича ленина ульянова точнее семьей ульянова володин папа преподавал здесь а еще с именем алексея максимыча горького кстати а ты знаешь что казань связано с именем его николаевич толстого нет я не знала что казань связано с именем льва николаевич толстого я хочу показать современные жилые комплексы в казани вот это мне нравится это вот не юж корова вот есть стиль скорее всего молодец какой-какой а скажите красиво красиво смотрите симпатичный жилой комплекс вишневый сад и у кого-то еще новый год вон стоит елочка такие вот вкрапления старой архитектуры очень красиво даже современные надстроили от строя смотрится очень хорошо нравится мне этот сочетание современных построек и так раз вкрапления старого дома удивительно но но из органично и кстати новые дома кирпичные они достаточно интересные скажу что они выдающиеся но они хотя бы не по нормальный мы продолжаем блуждать показания без особой цели это интуитивное путешествие по новому для нас город да мы обычно так и дело и так обычное дело а чего у нас мы даже может так и назовем каждый день добрый день канал интуитивных путешествий очень нравится что казань зеленая такие вот небольшие скверики парки и сады эрмитаж и сад эрмитаж дорогие друзья здорово и нравится что здесь как красиво даже даришь дом предпринимателя приятно что не забывает про нас предприниматели ну мне очень нравится а здесь прям италию напоминает постройка вот это как будто бы купола чего-то отпилили и сюда поставили римская католическая церковь а там баскетбол а вот почему италию напоминает та штука-то потому что здесь римская католическая церковь по-моему тысячелетие было в 2005 году парк тысячелетия казани достаточно свежий но приятный ворот красивые такие озеро кабан главное есть деревья как здорово здесь деревца я что хотел сказать ветер так здорово в воде можно подойти посмотрите даже для инвалидов предусмотрены пандус подъемники и и у нас каждом выпуске есть ленин и рыбак это как рассказ или фильм советский ленина рыбак есть рыбка в казани здесь даже есть здесь все есть почти как греция для нас любителей гулять представляешь какая прекрасная идея для этого надо было приезжать дней на пять рассмотрим эту идею да и даже детские развлечения продуманы здесь водичку набираешь и чтобы она сюда вот крутила вот эти вот чашечки колесо а вот отсюда вода качается туда как здорово не хватило кругом чак-чак и тут и тут чак-чак и там нравится чак-чак стор он противостоит реста мне кажется чак-чак стор более популярен а сколько молодежи красивый когда ты права с тобой да мы главное молодежь ой как красиво вот это да старая проломная аптека надо было сюда и в казани пойдем чешский ресторан а потому что я им позвонила они очень были со мной любезны сказали приходите к нам и все для вас за резервизм а в каких-то других местах нам на резерв сказали на праздники ставить не будем здесь черновар ресторан ведем к котлетичи огромная я котлета больше камбала да да мы очень долго ждали эту камбалу дабина 40 минут все горит все сверкает ну как тебе ужин мне понравилось на единственное минус что долго ждать достаточно долго ждать готовьтесь а так вкусно да а столбики работают как светофор дополнительное освещение да я такого не видела я тоже нигде такого не видела сейчас зеленый переключится очень хорошо прям аплодирую да 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 здорово мне понравилось как этот товарищ рассказывал про казань что там а козы можно купить ну конечно можно купить на самом деле горит татары козы не едят но все приезжали спрашивали а козы можно купить где козы можно купить готова для них сделаем и козы хотят местные жители нам рекомендовали посмотреть чак-чак точнее даже купить чак-чак вот в добрый столовой говорят он у них самый вкусный и самый свежий но и на вид он симпатичный посмотри еще лапша есть домашние интересное блюдо что чербе от собственного производства изюм грецкий орех белый шоколад сливки не 80 рублей это вот это просто советские ну прям тусовка тусовочная да понятно но и самое главное что наконец-то какие-то специальности есть чак-чак-чак-чак-чак-чак-визичка и богов саки молодцы слушая чего только нет вот наконец-то изобилие которая мы искали Классическое или не классическое, с медом. С чем хочешь? Молодцы. И сырые. На Баумана жизнь, конечно, кипит. А это, наверное, выходы печек, в которых пекут, чак-чак, жарят точнее. Очень надеюсь, что на камеру будет видно все это великолепие. Очень красиво. Кремль белый, такое ощущение, что он сказочный и парит над землей. Мне очень здесь нравится. Что? Нравится? Да. Вспоминаются другие волжские авторы. Не казанские, а нижегородские. Хорошо, что приехал. Вот, кажется, мне хорошо, что мы приехали сюда. Олег не устает фотографировать Кремль. Ну, потому что у Олега не получается, и он не получается. Моя попытка номер 255. 209-258. Какой богатый новый дом напротив милого пруда. Да. А, это то, что я говорила, что похож на Патриарши в Москве. Да. Мы здесь проезжали. Ну, смотри. Ну, какая вода прозрачная. Для посиделок. Да. В летней весной. Здесь вот кафешка какая-то летняя. Здорово. А там, посмотри, какая кафешка или что это. Да. Для бега. Для бега. Круто. Круто, сказали они. Ну, как с тобой этот. Как дикие. Нет. Сказал я. Нет. Это первое. Сказал я. Э. Э. Сказали мы с Петром Ивановичем. В общем, постройки-то такие из бруса. Не дешня. Дешевая. Да. Ой, ну вот. Ну, правда. Похоже. Да брус это. Не имитация. Может, имитация. Нет. Там какие-то рестораны, кафе. Ух. Пойдите. Такое ощущение, что здесь все делают для людей. Тебе так не кажется? Не знаю, не знаю. Или такое вообще не может быть. Бывает. Бывает. Такое. Видите, случается. Да. Ну, классно. Запишем итоги нашего первого дня в Казани. За себя скажу, что мне очень понравился этот город. Я прям предвкушаю завтрашний день, завтрашние прогулки. Я хочу попросить прощения у зрителей нашего канала. Скорее всего, в этом фильме было слишком много эмоций. Но это действительно было так. Поэтому отнеситесь с пониманием. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Завтра мы продолжим наше изучение этого прекрасного города. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. И пусть каждый ваш день будет добрым. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok